На стенде десятки фотографий, свечи и цветы. Со дня трагедии в Северной Осетии прошло 15 лет. В сентябре 2004-го в Беслане погибли более 300 человек. Большинство из них – дети. Они были взяты в заложники террористами прямо во время линейки, посвященной Дню Знаний. Это один из самых массовых и жестоких терактов в истории страны. Почтить память жертв трагедии сегодня собрались десятки сочинцев. Руководство города, духовенство, правоохранители, школьники, военно-патриотические клубы. Собравшиеся отмечали, сегодня важно объединиться в борьбе с терроризмом, общим злом. То, что делается сегодня руководством города Сочи, руководством Краснодарского края и всего государства нашего необъятной родины России, делается для того, чтобы больше никогда не повторились такие террористические акты, чтобы люди были защищены. Что касается Сочи, в городе круглый год обеспечивают беспрецедентные меры безопасности в школах и детских садах. Охрана, ограждение, тревожные кнопки, строгий пропускной режим. Я считаю, что все люди должны объединиться. Когда произошла трагедия в Беслане, мы приняли активное участие. Наши санаторные и городные комплексы принимали детей Беслана. И эта традиция сохранялась долгие годы. Сочи, конечно же, чтит и будет помнить всегда. Памятный митинг провели в День солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня вспоминали жертв других террористических актов. На Дубровке, в Буденновске, Первомайском. Тех, кто погиб при взрыве жилых домов и в метро. Почтили памяти погибших в ходе спецопераций.